Оскар отдыхает, телемания зажигает, сказал Олег Долгополу, когда вернулся с этого мероприятия. И вот его доказательства. Концертный зал Королевский в 14-й раз встречает победителей конкурса телемания. Главным организатором мероприятия стал Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина, известный как один из крупнейших телевизионных вузов страны. Участие в фестивале приняли не только студенты творческих отделений российских университетов, но и технические специалисты и даже математики. Я хочу сказать, что ваши работы, они полны светлых идей, они жизнеутверждающие. Поэтому творческая молодежь должна объединяться, ведь за вами будущее. И для того, чтобы оно было светлым, радостным и заставляло нас улыбаться, мы должны, вы должны, все делать вместе. И вот я думаю, фестиваль положит этому начало. На фестивале представили работы различных жанров и направлений. Репортажи, телевизионные программы, документальные фильмы, игровое кино и музыкальные клипы. Помимо профессиональной оценки специалистов, свое мнение и приз симпатии могло предоставить специальное молодежное жюри. В него вошли студенты Гуманитарного института телевидения и радиовещания. За пять лет я узнал столько талантливых людей, и операторов, и продюсеров, и звукорежиссеров, даже журналистов, если честно. И поверьте, поверьте, мы можем, мы это сделаем и мы это можем. Пожалуйста, давайте договоримся. Особенно первокурсников касается, если мы поступаем на эту профессию, пожалуйста, давайте отдаваться и полностью, четко и бесповоротно, потому что это нужно не только нам, а это нужно нашей большой, огромной стране. Грам-при фестиваля взяла работа Ирины Азаровой Заварзины. Ранее она получила специальный приз на Пятом Казанском международном фестивале любительского молодежного и детского кино. Олег Долгополов, Андрей Савин, телеканал «Просвещение».